всем привет мои дорогие вы на канале cooking brunch и я его ведущая Ирина и сегодня на кухне хостела в котором я проживаю со своей семьей в эвакуации я буду готовить тушеную капусту на стриме на прямом эфире вы просили меня готовить как можно больше простых блюд и вот это одно из них здесь капуста будет у нас тушеная без мяса такую капусту можно подать если хотите с сосисками если нет то просто с яичницей тоже будет очень хорошо и для приготовления нам понадобится конечно же сама капуста у меня белокочанная капуста я ее на нашу дружную большую компанию беру 4 килограмма одна целая и половинка вот у нас осталось также нам понадобится 3 средние моркови я их уже почистила и 3 средние луковицы репчатые соус краснодарский 400 граммов я добавлю сюда если у вас томатная паста будет достаточно но я думаю граммов 100-150 на такое количество 3 столовые ложки сахара сахар обязательно он сбалансирует кислоту и получится такой пикантный кисло-сладенький вкус очень вкусно столовая ложка соли нам понадобится и 100 миллилитров растительного масла у меня подсолнечное для жарки и так приступаем к приготовлению и для начала нарежем лучок лучок я нарежу средним кубиком можно чуть меньше можно соломкой вообще нарезать как вам нравится он у вас все равно развалится почти в соус превратится поэтому нарезка не столь важна берем большую кастрюлю с толстым дном и разогреваем на максимум ставлю на девяточку наливаем сюда растительное масло ждем пока немножечко подогреется и отправляем обжариваться лучок и пока обжаривается лучок мы нарежем морковочку морковочку можно натереть можно нарезать соломкой у меня сегодня не такая она крупная поэтому я нарежу кубиком лучок перемешаем чтобы у нас нигде ничего не подгорело не пригорело и можем отправлять морковку обжариваться опять же размешать и оставляем для пассирования а сами в это время идем нарезать капусточку качан капусты разрезаем пополам вырезаем кочерыжку и нарезаем соломкой здесь как вам больше нравится крупнее или мельче я буду нарезать средней соломкой капуста нарезана лучок и морковочка томятся они уже обжарились и я забыла сказать о специях мы возьмем еще тушистый перец горошком и смесь перцев а также я хочу взять еще четыре штучки лаврового листа капусту высыпаем в кастрюлю сразу добавим 3 столовые ложки сахара столовую ложку соли добавлю листочки лаврового листа смесь перцев столовую ложку без горки и буквально несколько горошек тушистого перца примерно штучек 10 добавляем огонь на средний давайте на пятерочку поставим все размешаем накрываем крышкой и на среднем огне тушим 30 минут за 30 минут капустка у меня практически готова посмотрите она приобрела красивый ореховый цвет и теперь самое время добавлять томатную пасту либо томатный соус как у меня краснодарский в капусту воду я не добавляю мы ее посолили в самом начале и капустный сок дал жидкость которая нам необходима для тушения капуста у нас не сухая и не водянистая вот как раз то что нужно перемешали хорошенечко нигде ничего у нас не подгорело не пригорели и добавляем томатный паст томатную пасту либо томатный соус как я сказала еще раз перемешиваем опять же накрываем крышкой и тушим еще 10 минут до готовности капуста у меня уже должна быть готова 10 минут прошли сейчас посмотрим перемешали я хочу попробовать на вкус может быть и чего-то добавлю томатной пасты я так вижу хватит а вот на вкус сейчас посмотрим соли сахара душистого перца достаточно а вот смеси перцев я бы еще добавила примерно чайную ложку еще добавим еще ладочек перемешаем и можно будет подавать совсем чуть-чуть капуста у меня остыла такую капусту можно подавать и в горячем и в холодном виде тоже очень-очень-очень вкусно будет сейчас немножечко попробуем очень вкусно теперь вот самое то перчиках достаточно аромата кислоты сладости соли все все в меру у нас получилось я тут уже ничего не добавляла только смесь перцев молотых очень вкусно получилось такое блюдо можно как я уже и говорила подать с сосисками можно с яичницей но и с вашим любым тоже вариантом который вам больше нравится если вам друзья понравилось мое блюдо обязательно приготовьте поделитесь с друзьями рецептом ставьте лайки а чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале подписывайтесь нажимайте на колокольчик я же желаю всем мира добра будьте здоровы любите друг друга я с вами прощаюсь до новых вкусных рецептов всем пока пока м 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